Полная загрузка мощности, работа в три смены, новые контракты и крупные заказы. Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в мире сказалась в том числе на работе Светлогорск химволокна. Предприятию пришлось сократить производство невостребованной продукции и резко увеличить жизненно важной. Здесь четко понимают ответственность, которую теперь несут руководство и весь персонал. Осознание того, что мы сейчас помогаем сохранять жизни людей, заставляет нас к этому относиться по-новому и с большей ответственностью. Меньше стали выпускать полиэфирные нити из-за снизившегося спроса со стороны предприятий, которые, например, производят текстиль для мебели и автомобилей. Но объем нетканых материалов для одноразовых масок и защитной одежды, наоборот, увеличился. Традиционные сегменты применения нетканых материалов, такие как мебельный сегмент, немножко сокращаются, ввиду того, что различные введенные карантинные мероприятия на территории европейских стран сокращаются покупка конечными потребителями мебели, матрасов и других изделий для домашнего обихода, так как запрещено даже выходить на улицу. Но увеличиваются в это время заявки на производство материалов для спецодежды, одноразовой одежды, масок, бахил. В Беларуси производством нетканых материалов для изготовления масок и одноразовой одежды занимается только Светлогорск химволокно. За три недели марта на внутренний рынок было отгружено в 5-6 раз больше продукции, чем обычно. Около 60 тонн вместо 10. Значительные поставки и на экспорт. В настоящий момент порядка 400 тонн – это наши поставки на медицинский рынок. Это, главным образом, экспорт. То, что касается рынка Беларуси, то 60-70 тонн в марте месяце были поставлены. Рекордные объемы для рынка Беларуси – это очень много. Для выполнения всех договорных обязательств, которые компания имеет перед клиентами, потребуется около 4 месяцев круглосуточной работы. Кроме того, теперь можно смело занимать ниши, которые освободились из-за пандемии. Предприятие ориентировано на экспорт. Если, как говорится, просили одни рынки, нужно идти на другие. Искать клиентов, активно продвигать товары. И не забывать про белорусских потребителей. Мы можем даже за счет того, что внутренний рынок загрузим, повысить эффективность работы данного предприятия. Ведь, смотрите, мы завозим сегодня на несколько десятков миллионов долларов продукции по профилю деятельности только Светлогорское химволокно. Вот если бы даже вот эту всю продукцию по импорту заместить той продукцией, которую выпускают на химволокно, мы смогли бы на 20% пунктов снизить объемы экспорта, если вдруг нас не примут на рынках традиционного экспорта. Всего в этом месяце компания подписала более двух десятков новых контрактов. Первая партия дублированных нетканых материалов была отправлена в Китай. География экспорта насчитывает около 30 стран, на которые приходится около 70% продукции – Светлогорск, химволокна. В их числе Польша, Германия, Франция, Италия. Марина Джала, Игорь Морищенко. Новости недели из Светлогорска.